Добрый день! Продолжаем с вами знакомиться с основами программирования и, собственно, поговорим о том, почему Python. Меня часто спрашивают и знакомые, и другие люди, с какого языка начинать? Я всегда отвечаю одно и то же, как минимум последние три года. С Python. Во-первых, этот язык поддерживает различные подходы к программированию. То есть, там можно вполне себе организовать комфортное функциональное программирование и вполне адекватное объектно-ориентированное. Да, я слышу ваши крики-сишники, но на самом деле вполне оно там адекватное. Он очень лаконичный и прост. Во-первых, там динамическая типизация. Вы, кто новый, новоприбавший, не знаете, что это, но просто в Java, Hello World, напишите в поиске. Hello World на Java, напишите в поиске Hello World на Python и посмотрите, пожалуйста, на сколько строчек занимает это на Java и сколько на Python. Вас ждут некоторые сюрпризы. Я крайне не рекомендую начинать с языка Java или C. Потом, если будет необходимость, обязательно, обязательно знакомьтесь с Java и C. Но лучше, на самом деле, C++. В дополнение к Python он позволит вам решать огромное количество задач. А если вы еще сверху ознакомитесь с WebStack, то вы вообще будете царь, бог и все на свете. Python применяется действительно в дисктоп-приложениях, веб-разработке, машинном обучении, даже в видеобиблиотеке для мобильной разработки. Ну, правда, там это более в таком... Что бы было. Набор технологий, по факту, который базируется на Python, он позволяет не просто прокормиться самому себе и своей семье, но и, по факту, еще и сделать карьер. Если взять, например, машинное обучение, то Python вполне достаточно для того, чтобы в этом направлении разработчик сделал карьеру. Да, там есть еще доп-доп-доп-доп-доп, но мы говорим сейчас именно про дата-сайентиста, а не про Big Data Engineer, инженера больших данных. Нет, мы говорим про дата-сайентиста. Для него Python вполне достаточно. Что еще? Огромное количество материалов. Огромное, гигантское количество материалов, гигантское количество бесплатных, платных курсов по Python, да, гигантское количество книг. Понимаете, например, по языку R, или как сейчас его модно называть, да, столько материалов и сообщества нет. С чего начинаем? Начинаем вот с этих материалов. То есть, приобретаем книгу, программируем на Python Майкл Долсона. Эта книга доступна для, в принципе, любых мыслящих человеческих существ. Если вы не можете справиться с Python по этой книге, делать вам в программировании вообще, на любом языке, в принципе, нечего. Вот здесь у меня абсолютно такое стопроцентное убеждение. Потому что, повторюсь, эта книга больше похожа на букварь. Однако, конечно, есть люди, которые учились читать по войне и миру Льва Николаевича Толстого, но мы говорим не о них. Они, собственно, уже давным-давно программисты с зарплатой в пару миллионов на русские рубли. Изучаем Python, я бы продолжил этой книгой, да, когда освоил бы. Программируем на Python, я бы все-таки заполировал первым и вторым томом Луцца Марка. В принципе, это ключевое. Спасибо за внимание. До свидания.